Ом намо Бхагавате Васудеевая, Ом намо Бхагавате Васудеевая, Ом намо Бхагавате Васудеевая, Шримад Бхагаватам, третья песня, вторая глава, она называется «Воспоминания о Господе Кришне», 22 текст. Тиштхан Нишанам Парамештхидгишне, Небодхятбэева Нидхараяти, литературный перевод и комментарий о Божественной Милости, Абайчара Наравинда Бхагдивиданта, с вами Шрилу Прупады, Шрилу Прупады Киджай, Омагя, Шрилу Прупады Киджай. Поэтому, о видура, можем ли мы, его слуги, без боли вспоминать о том, как он, Господь Кришна, стоял перед восседавшим на троне царем Уграсеной и, держа перед ним, ответ говорил, позволь мне, мой повелитель, рассказать тебе обо всем, что произошло. Комментарий Шрилы Прупады. Кто не является его преданным, поведение Господа, который вел себя, как обыкновенный человек, сбивает с толку. В Бхагавадгите 9.11 сам Господь так объясняет причину их заблуждений. Невежественные люди стремятся низвести личность Бога, Господа Кришну до своего уровня, не ведая о том, что Он является Господом Всего Сущего. В Бхагавадгите Господь предельно ясно описал свое положение, но демоничные ученые-атеисты, изучающие это произведение, буквально высасывают из пальца толкование текста, которые устраивают их, и вводят в заблуждение своих незадачливых последователей, заражая их теми же идеями. Эти несчастные люди вырывают цитаты из Великой Книги Знания Бхагавадгиты и превращают их в лозунги, но при этом отказываются признать Господа Верховной Личностью Бога. Однако подобные домыслы интерпретаторов-атеистов не способны сбить с толку чистых преданных Господа, подобных удаве. Конец комментария. Поэтому у Видура можем ли мы, его слуги, без боли вспоминать о том, как он, Господь Кришна, стоял перед восседавшим на троне царем Уграсеной, и держа перед ним ответ, говорил, «Позволь мне, мой повелитель, рассказать тебе обо всем, что произошло». В комментарии Шрила Парупада пишет про ученых-атеистов, которые не склонны принимать Бхагавадгиту целиком. То есть они берут оттуда куски и интерпретируют их так, как им понравится. При этом отказываются признать Господа Верховной Личностью Бога, в то время как Господь Кришна в Бхагавадгите ясно намекает, что Он Верховная Личность Бога. Он говорит, «Все из меня исходит, все на мне покоится» и так далее. Из этого следует, что нужно принимать Бхагавадгиту целиком. А не как некоторые индийцы, которые говорят, «Моя самая любимая шрока в Бхагавадгите – это когда Кришна говорит Арджуне, я тебе все рассказал, и теперь поступай, как пожелаешь». Это очень интересный момент. И принять целиком означает принять целиком, то есть принять, что Кришна – Верховная Личность Бога. В связи с этим существует такая так называемая философия половины курицы. Когда, это такая история, ведическая притча или ведическая сказка, жил-был человек, и у него была курица, и эта курица несла золотые яйца. И человек подумал, а чего это я буду тратиться кормить эту курицу? Дай-ка я разрублю ее на две половины, и та половина, которую кормить надо, там, где клюв и так далее, она не нужна. Мне же достаточно только той половины, которая несет золотые яйца. Взял и разрубил курицу. И все, и больше никаких золотых яиц не было ему. Точно так же Бхагавадгита приносит нам благо, приносит благо читателю, если он, читатель, принимает Бхагавадгиту целиком, принимает Кришну целиком. Давайте посмотрим структуру главы, которую мы сейчас пытаемся изучать. Это вторая глава третьей песни Бхагаватам. И здесь описывается, как ведура покинул дом и пошел странствовать. Он покинул Хастинапур, текст с 6 по 16, он покинул Хастинапур. Хастинапур – это нынешний город Дели, столица Индии. И тут упоминается, в текстах с 10 по 13 упоминается, что ведура дал советы Дритараштри. «Дорогой Дритараштри, ты уже старенький, пора тебе бросать все на свете, пора тебе выселяться из дворца, в котором ты живешь, на побечении своих врагов. Иди просто в город, да и все, помните эту историю». Она подробнее рассказывается в первой песне Бхагаватам в соответствующей главе. Итак, в текстах с 17 по 25, и сегодняшний текст 22, он входит сюда, ведура путешествует, он совершает паломничество, он посещает разные места. И в ходе этого путешествия он узнал о том, что все его родственники так или иначе умерли. То есть Кришна уходит, и все уходят, и Кауравы, и Пандавы. Вся эта лила сворачивается, и он узнал об этом. Но когда человек находится в паломничестве, ему, если он реально находится в паломничестве, то есть он посещает святые места и находится при этом в духовном состоянии сознания, то есть он именно паломник, а не турист. В этом случае, если он узнает о том, что произошла какая-то беда с мирской точки зрения, родственники ушли или еще что-то, человеку легче это пережить, потому что он находится в более плотной связи с Господом. И дальше в текстах 24-25 ведура встречает Удову на берегу святой реки Емуны и задает ему вопросы на протяжении текстов с 26 по 24. Он задает ему разные вопросы, и потом в последних трех текстах он говорит, рассказывая, рассказывая о Кришне, рассказывая о Кришне. То есть Ведура, он же Яммарадж, он же Яммарадж, то есть он один из 12 Махаджан. Он проявляет здесь свое желание слушать о Кришне. И он говорит в этих текстах с 43 по 45, что ведура явился в этот мир для того, чтобы… Так, интересно. Так, то есть здесь эти тексты… Где они здесь, эти тексты? Ну да, вот они, эти тексты. Он являет Рассалилу, он являет Рассалилу, он привлекает Гопи игрой на своей флете при лунном свете осенней ночи и так далее. То есть он являет все это, и он являет эти Лилы для того, чтобы привлекать сердца своих преданных. И он пришел для того, чтобы привлечь всех и для того, чтобы явить своим преданным милость. И паритраная садунам – это самая главная цель, ради которой приходит Господь. Он хочет порадовать своих преданных, своих преданных и явить Лилы. Итак, здесь ведура проявляет разные качества. И одно из важнейших качеств – это то, что он хочет слушать о Верховном Господе. И это его характеризует как очень возвышенного преданного. И мы, читая все это, тоже можем медитировать на эти Лилы. И сейчас давайте помедитируем на качество ведуры. На качество ведуры эти качества раскрыты в некоторых текстах Бхагаватам. Например, это текст 3.1.4, в котором говорится про ведуру. Благочестивый ведура был великой душой, чистым преданным Господа. В этом вопросе, с которыми он обратился к его милости Риши Майтреи, то есть он задавал вопросы и Риши Майтреи тоже, в ней всякого сомнения были полны глубокого смысла. Это, безусловно, были вопросы высочайшего духовного уровня, получившие одобрение великих мудрецов. То есть здесь говорится о, в этом тексте и в других, которые мы сейчас с вами будем смотреть, читать из Бхагаватам, описываются разные качества ведуры, которые делают его достойным собеседником, удавы. Удава, который вечный спутник Кришны, который очень внешне на него похож. И даже гопи путали его с Кришной. Итак, он великая душа. Давайте посмотрим, что здесь говорится. Здесь говорится «Амала Атманага, благочестивый человек». Не с материальной точки зрения благочестивый человек, а имеется в виду то благочестие, которое позволяет человеку иметь интерес к духовным темам. То есть бывают разные благочестия. «Амала Атманага», буквально, хотя это переводится здесь как «благочестивый человек», если мы буквально санскрит переведем «Амала Атма», это будет означать «чистая душа». «Амала Атма» означает «чистая душа, не оскверненная ничем». Вот что это означает. Ценность вопросов и ответов, которыми обмениваются между собой люди, не одинаково и зависит от уровня тех, кто задает вопросы и кто отвечает на них. Едва ли можно ожидать, что делец на бирже будет задавать глубокомысленные вопросы, касающиеся духовных ценностей жизни. О характере вопросов и ответов можно судить по тому, кто их задает и кто отвечает на них. Как говорил древнегреческий философ Сократ, «Заговори, чтобы я тебя увидел». В принципе, есть наука физиогномика, которая позволяет по внешности человека, реально наука, ведическая имеется в виду наука, которая позволяет по внешности человека что-то понять. Но также речь, рассуждения человека тоже позволяют понять, что он собой представляет. И в комментарии в качестве примера Шрила Парупада приводит Бхагавадгиту, беседу между Шри Кришной и Арджуной. И просто по качеству вопросов, которые задает Арджуна, и по качеству ответов Кришны, 100% качество, 108% качество ответов Кришны. Даже больше, 108% и 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 процентов. То есть очень много высочайшего качества ответы, безупречные ответы Кришны. Итак, тому, кто действительно хочет услышать ответы на вопросы о высших духовных ценностях, Бхагаватам рекомендует обратиться к истинному духовному учителю. То есть надо спрашивать у того, кто ответить может. А не как в анекдоте про пьяного человека, который ищет ключи не там, где потерял, там, где темно, а у фонаря ползает, потому что там виднее, потому что там светло. Может, слышали такой анекдот. Однако обыкновенному человеку, которого не интересуют духовные ценности, который хочет принять гуру, только чтобы не отстать от моды, обращаться к духовному учителю не имеет никакого смысла. Это интересный момент. Что означает принять гуру, следуя моде? Этот момент разбирается, кстати говоря, в курсе ученик в Искон. Если кто-то не проходил или заинтересовался пройти, то можете пройти во Владимире или в Москве или где-нибудь еще. Очень хороший курс, и там разбирается этот момент. Что такое принять гуру, следуя моде? А ключевой момент – это ответ на вопрос, кто становится чьим, кто чей в результате. То есть, если мы принимаем гуру по-настоящему, то мы начинаем считать себя его принадлежностью. То есть, мы принадлежим гуру, мы вручили себя гуру. В то время как тот, кто принял гуру из моды, считает, что гуру принадлежит ему. То есть, у меня есть машина, у меня есть особняк, у меня есть жена, у меня есть собака, и у меня есть гуру в виде фотографии на столике. То есть, некий атрибут, который… И поэтому мода. То есть, мода – это что означает? Означает обставиться определенными атрибутами. Ну, в общем-то, скорее, это больше имеет отношение к Индии и другим вот таким странам, где гуру может восприниматься как некий атрибут человека. Когда с каким-нибудь индийцем встречаешься, ну, который тебя не знает, и ты его не знаешь, то первые два стандартные вопроса – это из какой ты страны, и второй вопрос – кто твой гуру. Потому что слово «гуру» не обязательно, ну, в мирском сознании индийцев, не обязательно указывает на человека, принадлежащего к парампоре. Просто гуру, просто некий человек, за которым следуешь. То есть, вообще, это вопрос достаточно глубокий на самом деле. То есть, в широком смысле, кто тебя ведет по жизни, где твои ориентиры, какие твои ориентиры. На самом деле, довольно глубокий вопрос. Но с точки зрения вайшнавского этикета, вайшнавской культуры, очевидно, это не тот вопрос, который стоит задавать при первой встрече. Вот. Спасибо, Абхинанда Прабу, за комментарий. Да, и вот квалификация здесь перечисляется в комментарии к этому тексту. 3.1.4, что важна квалификация обоих, и квалификация рассказчика, и квалификация ученика. Вот тогда вот это послание, вот это вот электричество, этот электроток по парампоре, он передается, это знание передается. То есть, представитель Шри Гуру Парампора, он настолько ценен, как представитель, насколько он может пропустить через себя это послание, не исказив его, будучи прозрачной средой. Не исказив означает, не поменяв в нем ничего, не убавив, не прибавив, следуя предпочтениям своего ума, например, вот этой идее, что я могу что-то улучшить, например. Также не добавив туда Аханкары немножечко, или не немножечко. Добавить Аханкары означает, мы говорим, мы передаем это послание Багаватам или Багавадгиты, но важно не то, что это послание Багаватам или Багавадгиты, а важно то, что его говорю я, вот с этим акцентом, с этим смысловым акцентом. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский своим последователям, любите искусство в себе, а не себя в искусстве. То есть, аналогичным образом человек может пытаться взращивать Багаватату в себе, это нормально, но когда он любит себя и самолюбуется в контексте духовной практики, то это немножечко другая вещь. И, ну, поэтому передача знания, в принципе, передача знания, квалификация говорящего, квалификация рассказчика, она включает в себя те качества, которые Кришна перечислил в Багавадгите в 13 главе, тексты с 8 по 12, там, где он перечисляет качество знания, и первые два из них это Аманитвам, Адамхитвам, что означает смирение и кротость. Если человек не позерствует, когда передает, пытается передать духовное послание, а не позерствует означает, что означает, он понимает, я все-таки просто здесь почтальон, я тут не автор и не соавтор с тем, от кого я получил это знание, я просто почтальон и просто передаю его это послание, и моя задача передать это послание таким, каким оно мне было дано, и вот в этом будет заключаться правильное выполнение вот этой моей роли. Дальше, следующее интересное качество ведуры, оно указано в тексте 3.10.22, 3.10.22, здесь говорится о чистейшей ведуре, о чистейшей ведуре. А дальше, то, что дальше оно, в общем-то, к нашей теме не сильно относится, тут говорится про разные формы жизни, но так или иначе, саттама ведуру называют здесь чистейшим. Еще одно интересное качество, сейчас мы вам его покажем. 3.10.22. Шоу Накариши спросил о великом преданном, о ведуре, великом преданном и друге Господа Шри Кришны, который ушел от своего старшего брата, имеется в виду, кто имеется в виду Дридараштра, из-за того, что тот вместе со своими сыновьями плел интриги, препятствуя исполнению желаний Господа. Вот еще одна из характеристик ведуры, он друг Господа Кришны, это означает, у него нет зависти, точно так же, как и у Арджуны, это означает, он квалифицирован услышать духовное послание. И также он, да, то есть вот он, Сухрид, он Сухрид Кришны, Сухрид, Сухрид, Хрид, Хридайе, Хридайе означает сердце, то есть сердечный друг, то есть очень близкий друг, и так же он Махабхагавата, великий преданный, и так же он Экантикаха, Экантикаха, беспримесный преданный, то есть его мотивация действовать в преданном служении очень чистая. Очень чистая. Посмотрим, что тут у нас есть интересного на эту тему в комментарии. В комментарии Шрила Парупада пишет Видура, который был преданным Господу, на собственном примере показал, что место, где не чтут Кришну, непригодно для жилья. Очень интересный момент. Есть пять могущественных анг преданного служения, и одно из них – это проживать в святом месте, таком, как Мадхура, например, Мадхура Васа. Это называется этот процесс. И если нету возможности, а ю нету, этой возможности, все время там жить, то нужно постараться одухотворить то место, где живешь. И это можно сделать, если там все время служить, пытаться Кришне и все время повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». То есть насколько мы пытаемся духовную практику, духовную жизнь сделать максимально качественной, максимально концентрированной. До такой степени то место, где мы живем, наши жилища, наши квартиры становятся пригодными для проживания в них, просто благодаря тому, что там формируется атмосфера, благодаря вот этой духовной деятельности. И даже если мы храним у себя дома духовную литературу, то, согласно мнению Шрилы Рупага с вами из «Нектара преданности», там он об этом говорит, пишет, в этом жилище, в этой квартире поселяется сам Господь Нарайана. А это означает, уже есть атмосфера. То есть можно закупиться, можно приобрести комплект книг Шрилы Рупага. Обращайтесь к, не знаю, кто отвечает за склад, за книжный склад в Вадимире. Вот Абхинанда Прабу можете написать в чат, кому преданным обращаться, чтобы они покупали книги Шрилы Рупага, комплекты книг Шрилы Рупага. И тогда, даже просто если они стоят на полках, знаете, вот есть такие люди, которые просто книжный шкаф, и просто они расставляют там книги, чтобы гости, когда пришли, чтобы было видно, что они пришли к интеллигентному человеку. Вот. Даже если они будут просто стоять, это уже благо. Но, конечно, лучше их читать. Тогда будет гораздо больше блага. Арджуна Прана Прабу занимается, вот в чате написано, Арджуна Прана Прабу занимается книгами о Владимире. Обращайтесь к Арджуна Пране Прабу. Итак, Ведура хочет слушать о Кришне. Это очень интересный момент. Это еще одно из качеств. Три, тринадцать, ой, куда я нажал? Так, да, Арджуна Прана Прабу служит на лотаре в ЦВК город Владимир, Центр Ведической Культуры, город Владимир. Очень хорошо. Здорово, Пхенна Прабу. То есть обращайтесь прямо к Пуджаре. Слушайте, Арджуна Прана Прабу, это получается, он такой, то есть он и Пуджаре, и за складом, и, наверное, еще много чего, да? Много чего. Здорово. Харе Кришна, Арджуна Прана Прабуки Джай. Еще один текст, три, тринадцать, один. Шри Шукадева Гаслами сказал, о, царь, о, царь, услышав от мудреца Майтрея эти чистейшие повествования, Ведура попросил, да, то есть получается, что, чего получается, что он слушал, я перепутал, он слушал не от Удовы, да, или он Удову слушал, кто кого слушал-то. Ведура слушал Майтрею, он же не Удову слушал, Майтрея получил знание от Удовы, насколько я понимаю, да, я ничего не путаю, от Удовы. И потом Ведура услышал это знание от Майтрея, это я перепутал, пардонэмуа, если львупле. Итак, услышав от мудреца Майтрея эти чистейшие повествования, Ведура попросил его продолжить рассказ о верховной личности Бога, поскольку больше всего на свете любил слушать повествование о Господе. Это вот интересный момент, интересный момент, больше всего на свете. У каждого человека есть какая-то природная склонность слушать повествования на какие-то определенные темы. Адри-тага, тот, кто так сильно любит, адри-тага, больше всего на свете. Никак не мог их наслушаться, жажда слушать. И еще и еще, чтобы эти трансцендентные повествования приносили ему все больше счастья и блаженства. Представляете, преданные? Удивительно. Имел врожденную склонность к слушанию трансцендентных повествований о верховной личности Бога. Но это надо заработать, это не берется просто так. Например, один человек завидует другому, допустим, смотрит на его качество и завидует. У него качество. У меня нет этих качеств. Но эти качества, они не из воздуха берутся, они же, их нужно получить за счет усилий, совершенных в прошлых жизнях. То есть всякий раз, когда на нас начинает воздействовать вот это чувство, вот эта вот мацария, зависть, допустим, к чему-либо успеху, как себя следует отрезвить, нужно понять. За этим стоит определенная цена, которую человек уже заплатил в прошлых жизнях. Например, когда так называемый неудачливый йог, это шестая глава Бхагавадгиты, неудачливый йог, проходит на духовном пути большую часть и совсем немножечко недопрошел, то он в следующей жизни рождается в вайшнавской семье. Причем не в какой-то там вайшнавской, а в серьезной вайшнавской. И в комментарии Шрила Парупада пишет, приводит в качестве примера самого себя, приводит в качестве примера своего духовного учителя Бхактисиданту Сарасвати Такура. Он пишет о себе, он пишет о своем духовном учителе. Вот мы являемся такими примерами. И они, и Бхактисиданта Сарасвати, и Шрила Парупада, у них у обоих вот эта вот врожденная склонность к слушанию трансцендентных повествований о Верховной Личности Бога. Правда, это не совсем правильный пример, потому что ни Бхактисиданта Сарасвати, ни Шрила Парупада не являются неудачливыми йогами. Это послы духовного мира. Они пришли сюда, в этот мир, для того, чтобы всех нас спасать, всех нас спасать, они пришли. То есть, и поэтому, но внешне лила такова, что они вот рождаются в вайшнавских семьях. Например, Бхактисиданта Сарасвати родился, явился, точнее сказать, явился в семье Шрила Бхактивно Датакура. И мы, кстати, на этой неделе будем отмечать его день. И какой мы будем отмечать его день, сейчас мы посмотрим. А мы будем отмечать день его явления. Это будет завтра день его явления. Но сегодня мы постимся в честь дня его явления, сегодня Экадаши. И вот этот вот пост до полудня, который должен быть завтра, он в силу определенных расчетов переносится на сегодня. То есть, сегодня до полудня мы в день, в честь дня явления Бхактивно Датакура постимся до полудня и медитируем на его деяние. Так или иначе, тот, кто рождается в вайшнавской семье, не в любой, конечно, вайшнавской семье, а в такой прямо серьезной вайшнавской, он имеет реально такой человек врожденную склонность к духовной практике. Например, Шрила Парупада в детстве устраивал Радхаятры. Ему Гоур Маханде, его папа, купил колесницу, и он устраивал с детьми Радхаятру. Так он играл в детстве. А во что играют современные дети, об этом как-то даже не очень хочется вспоминать. Или, например, Бахтисиданта Сарасвати Такур, будучи маленьким мальчиком, он однажды съел непредложенный манго, и Бахтинода Такур его заругал. Он сказал, надо предлагать, надо предлагать. И Бахтисиданта Сарасвати очень серьезно к этому отнесся. Он больше никогда в жизни непредложенных манго не ел, по крайней мере, спелых. Интересный момент. То есть он отказался от приема в пищу вообще хоть предложенных, хоть непредложенных спелых манго. Но манго в ведической кулинарии используется как в спелом виде, так и в неспелом, несозревшем, в разных блюдах. И поэтому те блюда, где было манго несозревшее, он все-таки ел. Но вот такое целое манго созревшее, он воздерживался от его употребления. Потому что в детстве он получил вот это вот, как, наверное, современные люди бы назвали бы это, психотравму. Хотя в нашем понимании все-таки никакая это не психотравма, а очень благоприятная духовная самскара, которая позволяет человеку серьезно практиковать. Дальше. Еще одно качество мы назовем и после этого перейдем к вашим вопросам или мыслям. Это качество, которое названо в тексте 3.2.33. И это далеко не все тексты, в которых перечислено качество ведуры. 3.2.33. О, рассудительный ведура. Рассудительный. Царь Индра, честь которого была задета на славу на Вриндаун проливные дожди, и жителей Враджа земли коров охватило смятение. Однако милосердный Господь Кришна защитил их от опасности, подняв над ними свой игрушечный зонтик. Холма Гавардхан. Рассудительный ведура. Бадра. Бадра означает рассудительный. Бадра означает также серьезный. Давайте посмотрим, как переводится это слово Бадра. Также Бадра, конечно, означает благоприятный. Например, Джаганат Баладев Субадра. Субадра означает та, кто несет благо. Вот Бадра. Вот, пожалуйста. Несущий благо, безгрешный, дорогой. Добронравный, благородный. Благочестивый. Это Субадра. Субадра. Один из вариантов, как перевести слово Субадр, это будет означать благочестивое. Но в нашем случае, в случае с божествами Джаганат Баладев Субадра, Субадра означает йога майя, то есть та, которая дает все благоприятное. Су – это усилительная приставка. Рассудительность – важное качество. То есть нужно не только шраваном практиковать, то есть слушать о Кришне, но также и мананом, то есть думать над тем, что услышал, пытаться это анализировать, вникать. Это тоже одно из важных качеств. И, наконец, текст, ну, допустим, текст 3.19.33. Сейчас мы его тоже откроем. Еще один. 3.19.33. Тоже хороший. Дорогой Браман, рассказы об играх Верховной Личности Бога, услышанный им из авторитетного источника, им, то есть видуры, из авторитетного источника, от мудреца Каушаравы Майтрея, принес великому преданному Господу Кшате, видури, трансцендентное блаженство. Выслушав его, он остался очень довольным. То есть еще раз, еще одно из качеств видуры, это то, что он испытывает трансцендентное блаженство от слушания. Это квалификация, это надо еще уметь. А как услышать? В комментарии об этом говорится. Где наш шанс? Как нам испытать блаженство от слушания на духовных повествовании? Тот, кто хочет ощутить трансцендентное блаженство, слушая повествование об играх Господа, должен слушать их в изложении авторитета? Авторитета? Однажды Бхактиананта Кришна Махарадж распространял книги, ходил, распространял книги, и ему попались бандиты, ну, в смысле, вот эти вот, из 90-х, братки. И он предложил им книги. И они ему сказали, а что толку вообще в этих книгах, зачем они нужны, кому они нужны, чему они учат, чему они могут нас научить. И Бхактиананта Кришна Махараджи, тогда его звали Ачала Прабу, он сказал, вот вы знаете, я, конечно, не так, чтобы уж много чего могу понять, но из этих книг я уяснил, что нужно уважать авторитетов. И тогда эти ребята, а потом он еще добавил, он сказал, вот вы знаете, Кришна родился в тюрьме. И тогда они, эти ребята, сказали, ну, все, берем книги и взяли наш человек, потому что взяли книги. И так надо слушать в изложении авторитет. Ну, авторитет это означает, опять же, качество. Просто передавая другому слова своего духовного учителя, человек сам становится авторитетом. И наоборот, тот, кто не имеет истинного духовного учителя, не может считаться авторитетом. То есть авторитет бывает формальный, авторитет бывает моральный, авторитет бывает вот такой фактический. То есть формальный означает человек старше, или он занимает какое-то положение, или есть какие-то еще другие вещи, которые просто вот даже чисто в силу культурных особенностей обязывают нас выразить человеку почтение. Есть моральный авторитет, когда человек благодаря своим качествам начинает занимать какое-то положение в нашем сердце. И мы его ценим и дорожим его обществом. И также есть фактический авторитет. Это означает, вот как это следует из этой цитаты, он находится в парампоре, у него есть истинный духовный учитель. И передавая эти слова, он их не искажает, он просто передает их. То есть вот это вот качество прозрачности, это качество прозрачности, прозрачная среда, быть прозрачной средой, ничего не менять в послании. Это очень важная квалификация для того, чтобы быть авторитетным рассказчиком. То есть иначе говоря, тот, кто думает, что он может что-то улучшить, что-то там приукрасить, раскрасить, как-то подать по-особому, под особым углом, что-то поменять и так далее. Вот это вот стремление к такому творчеству лишает человека этой авторитетности. Поэтому вот такой момент. Абхинанда Прабу, спасибо за благодарность. А тот, кто хочет испытать трансцендентное блаженство, должен обратиться к авторитету. С верой и вниманием слушая то, что говорят авторитеты, человек может ощутить нектарный вкус. Игр Господа другого способа просто не существует. Ну и дальше приводится в качестве примера непреданные. То есть те, которые лишены качеств, те, у которых нет истинного духовного учителя, те, которые чего-то там мудрят, мудрствуют, меняют в послании и так далее. И Санатана Гасвами сравнивает таких людей со змеями, которые жалом коснулись молока, и в результате молоко перестало быть безопасным для употребления, а стало ядовитым, и поэтому надо воздерживаться от слушания такого послания. Еще раз, то есть нужна квалификация слушателей, нужна квалификация рассказчика. Квалификация слушателя в идеале – это человек, который жаждет слушать духовное послание. Если даже не жаждет, как, например, в нашем случае, то он тогда это делает просто как садану и пытается настроиться на то, чтобы слушать, как здесь говорится, с верой и вниманием. С верой и вниманием – это означает, вероятно, в том, что прозвучит, есть некое послание от Господа, которое адресуется конкретно мне, лично мне, и надо бы попытаться это услышать. Поэтому человек сидит и слушает очень внимательно и вот с этой верой, что, вероятно, что-то будет такое ценное. А тот, кто говорит, не должен ничего менять, он должен принадлежать к истинной парампоре, он должен быть прозрачной средой, а также есть еще другие качества. Да, должен обладать качествами башнавскими, конечно же. И также об этом говорится в одном из текстов 11-й песни Багаватам. Должен быть сведущий в священных писаниях, обладать духовными реализациями и быть отрешенным от материального. Вот эти вещи делают человека авторитетом в нашем вайшнавском понимании этого слова. И тогда это послание перетекает от говорящего к слушающему, если есть квалификация у того, кто говорит, и у того, кто слушает. То есть если нет этого затора, чтобы этот поток Багти тек, нужно, чтобы не было затора, нужно, чтобы рассказчик был прозрачной средой, и нужно, чтобы слушатель тоже был восприимчив. Тогда этот поток Багти течет всем на радость. Харе Кришна, есть ли какие-нибудь вопросы? Есть ли какие-нибудь вопросы? Пожалуйста, задайте вопросы. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, помогите понять Амадава Мурари Прабу, о какой боли говорится в сегодняшнем стихе? О какой боли говорится в сегодняшнем стихе? Сегодняшний текст, 3, 2, 22. О какой боли говорится. Так, можем ли мы его слуги без боли вспоминать о том, как он стоял перед восседавшим на троне царем Уграссены? Речь идет о боли, которую человек испытывает, когда находится в состоянии випролампхи, випролампхи, то есть разлуки с Господом. И тогда какие-то, ну, в зависимости от того, какая лила, какие-то истории вызывают экстаз, восторг, какие-то от каких-то слеза течет, какие-то истории душесчипательные, но это не какая-то там дешевая сентиментальная слеза. Это слеза трансцендентная, потому что она связана с Кришной и потому что ее пускают спутники Господа. То есть там уже другие чувства. Речь идет о випролампхи. Он же ушел, Кришна, еще в первой песне. Он ушел с планеты. Харе Кришна. Есть ли еще вопросы? Ну, давайте. То есть есть вопросы или нет? Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. То есть нету, да? Нету вопросов. Ну хорошо, тогда Гран Тарат Шримад Багватам Киджай, Шрила Прупада Киджай, Нита Егора Примананда Харе Харе Кришна. Поздравляем всех с Сыкадаши. Всем удачи. Харе Кришна. Харе Кришна.